Лед, вода и огонь. Национальный парк Ватна Йокюдль – воплощение всех трех символов исландского флага, отраженных в его цветах. Здесь находится крупнейший ледник Европы, активные вулканы, огромное лавовое поле, ледниковые озера и пещеры, а также множество водопадов. Исландия надеется, что природный заповедник включат в список всемирного наследия. Обычно статуса объекта ЮНЕСКО добиваются, чтобы сохранить его в первозданном виде. Но с парком Ватна Йокюдль – другая ситуация. «Здесь ландшафт постоянно меняется. Например, мы видим, как на новом лавовом поле появляются растения, движется земля и реки принимают новые очертания». Парк занимает 12 тысяч квадратных километров. Объехать его можно только за несколько дней. Растительность здесь довольно скудная, но животный мир многообразен. «Чтобы попасть в список всемирного наследия, объект должен обладать уникальной и универсальной ценностью. Это означает, что он очень особенный, что в мире нет другого места, которое может сравниться с ним с точки зрения природных или культурных особенностей». За два года до первой высадки человека на Луну сюда приезжали астронавты НАСА, чтобы изучить местный ландшафт. Считалось, что это поможет им лучше понять, что из себя представляет поверхность земного спутника. «Уникально то, что здесь сосуществует геологический разлом с горячей магмой, которая выходит из центра Земли на поверхность, создавая большую зону вулканизма. И самый большой ледник в Европе. Это гигантская территория. Она разнообразная, динамичная и, можно сказать, грозная». Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит 36 заявок на встречу в Азербайджане. Она продлится до 10 июля.